Здравствуй, солнышко! Перед началом фанфика хочу тебе сообщить, что у меня на Бусти проходит аукцион за выбор фанфика на озвучку. Если хочешь в нем поучаствовать, то в описании есть ссылка, где ты узнаешь все подробности. На этом все. Приятного прослушивания. Мертвые цветы. Автор – писатель снов. Глава девятнадцатая. Плохие мальчики. В конце концов у любви бывают свои приливы и отливы. Она может исчезнуть или затаиться на полвека в тихом уголке сердца, невидимая никому. Даже мне. Следующая неделя выдалась просто сумасшедшей. У Чимина и Чунгука заканчивался учебный год. Чон разрывался между школой, цветочным магазином и вечно отказывающимся пить лекарства Тихеном. Ви вредничал не потому, что ему трудно было выпить глупые таблетки, а потому, что нравилось залить Чунгука. Тот мило топал, пытался грозным голосом кричать, даже угрожал. Спрашивается, чем может пригрозить Чунгук? Ну, на самом деле, многим. Тихен рисковал лишиться поцелуев. Один раз ему запретили к себе прикасаться. Два часа Чунгук пытался его игнорировать и не разговаривал с ним. И один раз Чунгук пригрозил, что уйдет спать в другую комнату. Но Те зажал его в крепких объятиях, и тот до утра не смог даже пошевелиться. В итоге Ви всегда выпивал лекарства, но перед этим он закатывал сцену и ждал, когда мелкий вспыхнет синим пламенем. А тот наивно не понимал, что его разводят каждый раз. Сдавать экзамены было так же сложно, несмотря на то, что Чунгук учился хорошо. Тест по физике он завалил, потому что не пришел на него, когда Тихен был ранен. Геометрию он сдал, но отлично, как и историю. С корейским возникли сложности, но только потому, что Чунгук во время теста пытался помочь Чимину, который вообще не готовился. В итоге оба сдали, но лишь на жалкую тройку. И сильно подпортили годовые результаты. Говоря о Чимине, то его жизнь не была особо легче. Хотя он не работал, и раненого парня у него не было. Зато был вечно ворчащий хён по имени Мин Юнги. Тот отказывался катать Чимина на байке, не брал на съезды, каждый день проверял домашнее задание и заставлял готовиться к экзаменам. Иногда получалось сбежать или придумать отговорку, но случалось такое крайне редко. Чимин понял, что даже железный Юнги смягчается под лаской, поэтому все чаще пытался не хамить, ластился, льстил и тем самым добивался желаемого. Юнги шел на уступки и пытался доверять. И этим Пак нагло воспользовался. Учебный год закончился, и грех было такое событие не отметить, когда тебе восемнадцать. В жилах бурлит кровь, и жопа хочет приключений. Чимин и Чингук собирались на вечеринку, пока хёны были уверены в том, что парни едут на Олимпиаду по литературе. Вся эта легенда была сомнительной, но Юнги ведь пообещал доверять. А у Ви не возникло никаких сомнений, в частности Чингука. Он верил каждому его слову, ну, это ведь Чингук. Слово «ложь» не может стоять в одном предложении с именем этого ангела. Малой, а ты точно меня не обманываешь? Юнги сомнением смотрел на сумку с вещами, которую Пак пытался застегнуть. Учебный год уже закончился, у вас официально каникулы, а вы претесь на какую-то Олимпиаду. И тем более в другую провинцию. Чимин был готов ответить на все эти вопросы. Он продумал легенду детально, так что даже не подкопаешься. Единственное, что Чингук врать не умел. Поэтому вся надежда была на то, что Хёны не станут его спрашивать о чем-то. «Это Олимпиада не от школы!» Пробурчал Чимин, делая вид, что обижен недоверием Юнги. Блондин нахмурился и повернулся к Чингуку. Тот сидел в кресле и держал в руках Арчи, разглядывая розовые иголки. «И вам прямо надо ехать с ночевкой? Почему нельзя за день управиться?» Не унимался старший. «Сегодня вечером мы поедем, там переночуем. Завтра утром будет Олимпиада, а к вечеру мы вернемся». Подросток объяснял Юнги как маленькому ребенку, но тот все равно, кажется, не верил. Хотя и не озвучивал это. «Шкальник, единственное, что меня смущает в этой истории, так это ты и Олимпиада по литературе». Вставил свое слово Ви, подключая к телевизору приставку. «Я у тебя в руках и книгу-то ни разу в жизни не видел». «Ты думаешь, мы вас обманываем? Зачем нам это?» Воскликнул Чамин, поворачиваясь к брюнету. У парня просто поразительно хорошо получалось лгать и изображать наигранную обиду за недоверие Хионов. «Я этого не говорил. Да и Чингук не стал бы мне врать, так что езжайте. И что вы без первого места не возвращались». Тэ был настолько увлечен коробкой с новой игрой, что не заметил, как Чон напрягся и понек. Чингуку вся эта затея не нравилась. Но разве мог он отпустить Чамина одного? А если тот влипнет в неприятности? А тот точно влипнет. Вот она, дружба. Ты безоговорочно соглашаешься на любую авантюру, даже если знаешь, что это слишком рискованно. Но учитывая то, что не так давно Нам Джун чуть не умер, а Тэхёна ранили, парни следили за каждым шагом мелких. На вечеринку их бы точно не отпустили. «Ви, завтра надо будет полить Арчи. Возьмешь рёмку и отмеришь ровно половинку, не больше. Потому что иначе ты зальёшь его». Чингук протянул кактус парню, и тот согласно кивнул головой. «Пожалуйста, будь внимателен. Я не переживу потерю этого цветка». «Эй, ты забыл, что Арчи мой соумейт. Как я могу его убить?» Ты весело рассмеялся, разглядывая розовые иголки. Надо признать, что Тэхён и правда был внимателен кактусу. Выставлял его на солнце, не забывая поливать, если Гук был занят. Знал даже график полива. Это был их цветок. «Не дай бог, я узнаю, что ты пил». Йонгий пригрозил пальцем Чимину, и тот от неожиданности даже напрягся. Знал бы Хён, что Пак сегодня планирует упиться до свинячьего визга, убил бы его на этом самом месте. «А чем вы собираетесь сегодня заниматься?» Сменил тему Чимин, справляясь с сумкой и пряча все вещи. «Тэхён рвался на съезд, но он ещё слаб для поездки на байке. Мы останемся дома и зарубимся в приставку. Пиво и игры весь вечер», пробормотал Мин, вытаскивая из холодильника упаковку с алкоголем. «Звучит как отличный план!» Чимин подхватил сумку и направился к выходу из квартиры Тэхён. Чунгук поплёсся следом за ним. Йонгий оперся о стену и, сложив руки на груди, просто стоял. Ви притянул Чунгука к себе и втянул в поцелуй, потому что, ну, как этот Тэхён не попрощается со своим малышом? Чунг стеснялся прилюдных поцелуев, но разве кем будет слушать, что он думает об этом? «А мы прощаться будем?» Чимин указал рукой на целующуюся парочку, поворачиваясь к Йонгии. «Конечно, он может только мечтать о таком горячем Шунге». «Я тебе губы на узел завяжу, если сделаешь ещё хоть шаг в мою сторону». Пригрозил Йонгий явно ненастроенный на поцелуи. «Ясно». Чимин грустно вздохнул и кивнул. «Ты чё, в последнюю дорогу его отправляешь?» Возмутился Мин, понимая, что Тэхён мелкого отпускать не торопится. «Он завтра вернётся. Соскучиться не успеешь». Парень оттянул друга от Чёна и мелкие, наконец, могли покинуть квартиру. Как только дверь за ними закрылась, Чунгук тяжело вздохнул и опустил голову. Не нравилось ему всё это. А вот Чимин был счастлив. Он закинул на плечо сумку, которую собрал в дорогу только для вида, и, перепрыгивая сразу через несколько ступенек, побежал вниз. Парни вышли из дома и направились к ближайшему такси. У них был час, чтобы заехать домой к Чимину, переодеться и доехать до места проведения вечеринки. Нужно было всё успеть. «Это всё очень плохая затея». Тихо пробормотал Чунгук, продолжая капать на совесть другу, когда они уже ехали в машине. Услышав слова парня, Чимин перестал улыбаться и осуждающе взглянул на него. «Что плохого в том, чтобы устроить себе небольшой отдых? Тусоваться с Юнгиеви круто, но рядом с ними свободы никакой. Они решают, куда и когда тебе идти, что тебе пить, что надевать и с кем говорить. Они считают нас детьми, а я хочу оторваться по-взрослому». Чимину не было стыдно за свою ложь. «Я придумал всё идеально. Сегодня мы отрываемся и пьём, завтра весь день отходим от похмелья, а вечером свежие и бодрые приезжаем к Хёнам и рассказываем, как круто прошла Олимпиада». «Это правда, думаешь, что они не поймут, что мы пили? — Чимин, у них-то опыта побольше, чем у нас с тобой. Тихён заверстучивает перегор». «Это потому, что твой Тихён в прошлом алкоголик». На свою реплику друг получил слабый удар. «Ой, а что я такого сказал? Ты сам рассказывал, что он раньше из запоя не выходил». «Я сказал тебе это по секрету. И вообще это были тяжёлые времена в его жизни. Нельзя осуждать его за это. Пожил бы ты, как он, посмотрел бы я на тебя». «Ладно, ладно. Тихён – ангелок с нимбом над башкой». Друг больше не спорил. «Всё равно ничем хорошим это не закончится». Пробурчал себе под нос Чангук, но так, чтобы Чимин не слышал. Чунгук остановился в дверях и с недоверием принялся разглядывать огромный дом. Чимин уже вовсю пританцовывал под музыку и громко свистнул к какому-то парню, попытавшемуся встать на руки и пройтись по дому. Попытка провалилась, но за старание он заслужил одобрительные возгласы пьяных подростков и дополнительную стопку алкоголя. Чунг поправил на себе шёлковую чёрную рубашку, которую Чимин откопал в своём шкафу и оттянул узкие джинсы, сдавливающие бёдра, но тут же получил по руке удар от друга. «Хватит дёргать штаны, ты отлично выглядишь». Паку легко говорить, он привык одеваться в подобное. В голубых джинсах с прорезями на коленях и бежевом топе, открывающем вид на ключицы, он почувствовал себя уверенно, а потому и одежда на нём смотрелась, как будто была сшита под заказ. «Я выгляжу вызывающе». Чунгук оглянулся по сторонам и заметил на себе взгляды девушек. Одна ему подмигнула, и подросток поспешно отвернулся. «Ты выглядишь сексуально. Если бы ты Хён увидел, ты бы сегодня стал мужчиной». Чунгук, услышав слова друга, хотел возмутиться, но решил сдержаться. «Не смотри на меня так. В эти штанах твоя задница просто огонь». Чунгук шлепнул парня по ягодице, и тот окончательно пожалел, что отказался от своих удобных свободных брюк в пользу этого разврата. «Я буду молиться, чтобы ты меня не увидел, иначе мы оба умрём медленно и мучительно». Чунгук продолжал топтаться на месте и не особо торопился поддаваться ритму, пока Чимин раскачивался вовсю и без стеснения подмигивал всем мимо проходящим девочкам. «Резонно». Друг согласно кивнул головой и, схватив Гука под локоть, потащил следом за собой вглубь дома. Чун знал хозяина. Парнишка, который здесь жил, учился с ними в параллели. Иногда они пересекались, но близки не были. Видимо, родители уехали и дали добро на пати. Чимин говорил, что это огромный особняк, но на деле дом был примерно таким же, как тот, в котором живёт Чунгук. «Просто расслабься и выпей. Мир не рухнет, если ты на один вечер перестанешь быть пай-мальчиком. В глазах своего драгоценного вид ты всё равно будешь ангелом». «В прошлый раз, когда я напился, всё плохо закончилось», напомнил Шатен, пока они пробирались через толпу танцующих подростков. «В прошлый раз ты был с Янгсу, и этот урод тебя споил. А в этот раз ты со мной. Я, конечно, не гуру в алкоголе, но всё же опыт есть. Как только почувствуешь, что нам хватит, сразу же вызываю такси и везу нас ко мне домой. А до этого момента ты будешь расслабляться и просто пить. Договорились?» Чунгук понимал, что отказываться бесполезно, поэтому согласно кивнул головой. Чимин прав в том, что сейчас ему ничто не угрожает. Это с Янгсу пить было опасно. А что сейчас может случиться? Вокруг них одноклассники и люди с параллели, рядом лучший друг. И они в любой момент беспрепятственно могут уйти. Можно и выпить. Чимин привередливо разглядывал стул полной выпивки. И, наконец, выбрав какую-то бутылку, наполнил жидкостью из неё доверху два пластмассовых стаканчика. Он протянул один Чунгуку, а сам сразу сделал большой глоток из другого. Чунг понюхал, и определённо зря, потому что резкий запах ударил в нос. Чимину надоело за этим наблюдать, и он просто приподнял донышко стаканчика, вынуждая Гука сделать несколько больших глотков. Напиток пролился и по подбородку начал стекать к рубашке, пачкая шёлковую ткань. Парень закашлялся и потянулся к миске с чипсами, чтобы хоть чем-то закусить. Пить Чунгуку совсем не нравилось, а последствий он боялся ещё больше. Но и свой образ правильного мальчика хотелось хоть немного разбавить. Все вокруг думают, что он такой ангел, но это не значит, что ему никогда не хотелось сделать что-то сумасшедшее. Иногда юноша с завистью смотрел на Чимина, который, кажется, вообще ничего не боялся. Пак бездумный лез везде, где только мог. Постоянно встревал в неприятности, и даже после бурных приключений не терял интерес к глупым авантюрам. А ведь раньше у него не было юнги, который всегда приедет и спасёт. Даже удивительно, как Чимин дожил до своих лет. Так вот, сегодня Чунгук пил, несмотря на то, что ему не нравился вкус. Веселился и просто хотел почувствовать, каково это – немного нарушить правила. Угрызения совести никуда не делись, волнения о том, что их поймают тоже. Но когда ты много лет дружишь с оторвой, то рано или поздно поддаёшься настрою. Чунгук допил содержимое своего стакана, и отставил его в сторону. Чимин, кажется, уже допивал второй, и весело пританцовывал в такт музыке. Алкоголь взял свою, вдруг расслабился. Пак схватил Чуона за руку и потащил к бассейну, где громче всего играла музыка. И девочки бесились в разноцветной пене. На самом деле, девочки, парней вообще не интересовали. А вот пена Чунгуку понравилась. Она буквально была везде. Сквозь громкую музыку можно было различить девчачий виск. Все горизонтальные поверхности были покрыты слоем мыльных пузырей. От цветового оборудования белая пена переливалась различными оттенками. В нос бил сладкий запах. А ещё на гуко кто-то пролил выпивку. В общем, нетренированному чёну алкоголь сразу ударил в голову. И уже спустя минут 15 он покачивался в такт музыки и был абсолютно спокоен. Чимин допил третий стакан и с головой нырнул в пену. Но это никак не испортило его внешний вид. Влажные волосы он зачесал назад. Прилипшая к телу футболка привлекала внимание школьниц, которые вечно крутились рядом и не упускали возможности погладить пака по плечу или приобнять. Парень смотрел на красивых девушек, но даже пьяный держал в голове образ строгого, но любимого Хёна. Все эти девочки ему и в подмётки не годятся. Ещё полчаса парни танцевали. А затем Чунгук резко начал трезветь, ведь он за всё это время больше ни капли не выпил. Чимин, заметив это, снова схватил друга и потащил обратно в дом. И стоило им оказаться возле стола с выпивкой, как телефон пака зазвонил. Он достал его из кармана и недовольно поморщился. «На, поговори с ним!» Чимин протянул телефон Чунгуку. На дисплее высветилась Юнги. «Я?» В ужасе воскрикнул Шатен. Он задёргал руками и попытался отодвинуться от айфона. «С ума сошёл? Я не умею врать! И что я скажу ему?» «Он сразу поймёт, что я пьян. Скажи, что я сплю, поэтому ты ответил. Он тебе поверит, Чунгук!» Чимин упорно впихивал телефон на руку в руки, пока тот назойливый трезвонил. «Я не могу!» Запретестовал юноша, ощущая, как паника снова подбирается и окутывает своими противными щупальцами. Пока они спорили, телефон перестал звонить, и спустя несколько секунд пришло сообщение. «О, отлично! Я просто напишу ему, что у нас плохая связь и неудобно говорить!» Обрадовался юноша. «Дай сюда!» Чунгук выхватил телефон и напечатал сам, потому что Чимин явно не попал бы по кнопкам. Когда с назойливым и подозрительным Хёном они разобрались, Пак решил, что пара снова спаивать друга. В этой комнате было довольно тихо, а большая часть людей ушла к бассейну. Парни сели на мягкий диванчик и выставили перед собой разноцветные бутылки с алкоголем. «Мы попробуем всего по чуть-чуть!» Чимин с любопытством покрутил в руках голубую бутылку с текилой и принялся заполнять рюмки. «Давай, Гуки, залпом!» Чунгук послушал совет друга и осушил сразу всю рюмку. В голову ударило резко, и парень чуть не подавился алкоголем. На вкус, как спирт с лимонным соком, то есть просто отвратительно. Чун отставил рюмку в сторону и заодно отодвинул голубую бутылку. Больше они это пить не будут. Но следом появились еще три разноцветные. В этот раз Чимин принялся смешивать напитки в больших стаканах. Он делал вид, будто знает, что он смешивает и в каких пропорциях, а на деле просто рандомно разливал по сосудам получившуюся жижу и надеялся, что с этого не унесет слишком быстро. Но если возникнут проблемы, Пак будет разбираться по ходу. Вот с этим девизом он и идет по жизни. Парни попробовали жидкость темно-серого цвета, которую намешал Чимин, и оба поморщились. Было очень сладко, но Чен Гуку на удивление даже немного понравилось. Он сделал еще пару глотков. Когда юноша понял, что алкоголь не бьет в голову сразу, он уже смелее пел и спустя пару минут стакан полностью опустил. Набравшись храбрости, Чен сам принялся выбирать бутылки и наливал себе понемногу, пробуя все, что вызвало интерес. Пак не вмешивался и одобрительно кивал каждый раз, когда Гук предлагал попробовать очередную бутылку. Ему нравилось, как младший осмелел после выпитого и даже стал более раскрепощенным. Спустя целый час такой дегустации весь стол был заставлен сосудами разных цветов, парни были пьяные в хлам и заканчивали обычным пивом. Чимин развалился на диване, широко расставив ноги, лениво потягивал из бокала спиртное и слушал пьяный скулеж лучшего друга. «Представляешь, он так несправедлив со мной!» жаловался Гук, подперев голову рукой и пытаясь при этом не шататься. Чимин кивнул и сделал большой глоток. Парни не заметили, как к ним подошла девушка и присела рядом на диванчик. Чон дернулся, когда ощутил, как на его руку легла чужая ладонь, повернулся к незнакомке. «Привет, милый!» Она улыбнулась и потянулась ближе к уху Гука, желая что-то прошептать. «Не хочешь подняться со мной на венах?» Чунгук дернулся и отсел от девушки подальше, скидывая ее ладонь. Он даже не знал, как правильно реагировать на такие предложения. Надо ли просто ее прогнать или вежливо отказаться и извиниться. Но, к счастью, затуманенный мозг парня был не способен сейчас на принятие таких важных решений. Так что, пока Чон тормозил, Чимин пришел на помощь. «Дамочка, вы не соответствуете его стандартам!» Отстраненно пробормотал парень, еле шевеляя языком и сконфуженно переводя взгляд от нее на свой стакан. «Каким стандартом?» растерялась девушка. «Члена нет!» Чунгук пьяно икнул и повернулся к Чимину, но тот потерял всякий интерес к девушке и уже тянулся к бутылке с пивом, чтобы наполнить снова свой бокал. Незнакомка вскочила с дивана и уже направлялась к другой компании парней. Девушка явно настраивалась хорошо провести вечер в мужской компании. «Это было грубо», подметил Чон, попутно пытаясь собрать в кучу остатки сознания. «Слишком уж пьяным он сейчас был». «Ты ее обидел, зато эффективно и честно. Как думаешь, у Тихена большой?» Гук дернулся от такого вопроса и посмотрел на Пака как на умалишенного. «Ну, что ты смотришь на меня так? Будто тебе неинтересно. Вообще ни капли». Соврал Шатен, но алкоголь развязывает язык. Конечно, подросток позволял себе иногда не очень приличные фантазии насчет его парня, но признаваться было стыдно. «Да кому ты пиздишь? Уверен, ты думал об этом и увид наверняка с этим делом все в порядке». Чимин потряс пустую бутылку из-под пива и разочарованно откинул ее в сторону. Она с громким стуком ударилась о пол и покатилась, но не разбилась. «Жалко, что я не девушка». Вдруг выдал Гук, борясь с дремотой, которая медленно подбиралась к нему. «Воу, тебе больше не наливать!» Под этим предлогом юноша подвинул к себе недопитое пиво Чунгука и сделал несколько больших глотков. «Ты несешь бред, Гук!» Он потрепал друга по плечу, чтобы тот не вырубился, но, судя по всему, Чун и не собирался засыпать. Он даже немного подтанцовывал под музыку, доносящуюся с улицы. «Ну а ты представь, как здорово было бы, если бы тут у нас с Тихеном были детки, и рожима мальчика, или девочку». Продолжил нести чушь парень. «У нас были бы очень красивые дети. У девочки, его глаза и темные волосы, а у мальчика моя улыбка». «Но ты не можешь родить!» Грустно промаромотал Чимин, похлопывая товарища по плечу. «Это так грустно!» Чуть ли не плача, продолжал жаловаться младший, всерьез расстроившись от осознания факта, что у них с Ви никогда не будет общего ребенка. «Чимин, я хочу ребенка!» Пак скептично посмотрел на друга и понял, что последняя бутылка была лишней. Чун отторкнула слишком сильно, и он теперь чуть ли не рыдал от осознания жестокой реалии. «Хватит тоску разводить! Давай проветримся лучше! Пошли прогуляемся!» Пак резко вскочил со своего места, но покачнувшись, тут же потерял равновесие и снова упал на диван. «Мне надо тебя немного в чувство привести, ты пьян в хлам!» пробормотал подросток, будто сам был абсолютно трезв. «Мне лень ходить!» Пожаловал Сечон, не собираясь никуда идти. «Давай лучше покатаемся!» Неожиданно предложил парень, моментально забывая о своей новейчивой идее родить Тихен. И грусть сразу прошла вместе с сонливостью. Затуманенное сознание юноши уже обрабатывало новую идею. «На чем?» «На юмахе!» «Знаю, ты очень мечтаешь о ней!» Губ хитрой как-то глупо захихикал, утыкаясь носом другу в плечо. Чимин оживился от этого предложения и повернулся всем корпусом к парню. Назревал очередной идиотский план. «Так, тебе точно надо проветриться. Чунгук, приди в себя, Тихен не даст байк. Они думают, что мы на Олимпиаде». Активно жестикулируя, Пак объяснял пьяному Гуку как ребенку, а тот кивал как болванчик и пропускал его слова мимо ушей. «Мы не должны попасться, иначе Хена из нас сделает фарш!» Продолжал рассуждать Чимин заплетающимся языком. «А мы не скажем. Я знаю, где лежат ключи, я их достану, ты покатаешься, и мы вернем байк. Ты Хен даже не заметит». Гук снова икнул и, опираясь руками об обивку дивана, попытался встать. В отличие от Чимина, у него получилось сразу. «Звучит как план, и нас не поймают». В тишине помещения можно было расслышать лишь тихое дыхание двух парней, завывание ветра за окном и звуки капающей воды. Кран протекал. Чимин поезжался от сырости и потер себя руками. Одежда плохо просохла, и сейчас он замерзал. Чунгук додумался хотя бы в пену не прыгать на вечеринке, но тоже продрог. На улице давно стемнело, луна поднялась высоко над городом, и мужчина напротив них каждые пять минут готов был уснуть, но продолжал сопротивляться дремоте. За тот час, что здесь находились парни, этот человек выпил уже, наверное, две кружки кофе. А вот Чунгук и Чимин даже при желании не заснули бы, потому что слишком уж нервничали. Еще и противный запах от спящего на соседней лавке бомжа не давал расслабиться. «Как думаешь, Йенги и Тихен уже знают?» тихо спросил Чимин, поворачиваясь к Гуку. У того на лице отобразился кромешный ужас и паника при одном лишь упоминании имен старших. Они оба знали, что их конец близок и даже сбежать не получится. «Хотелось бы думать, что нет, но я слышал, как им звонили, когда ты в туалет просился». Тихо, дрожащим от холода голосом прошептал Чон, потирая себя руками. Шелковая рубашка совсем не грела и была порвана на локте, а помещение будто совершенно не отапливалось. «Они уже все знают и скоро будут тут, значит нам пиздец». Как вердикт выдал парень. «А можно хотя бы обогреватель включить? У вас тут холодно!» Требовательным тоном воскликнул юноша, будто имел право что-то предъявлять. Он натянул ниже промокший насквозь стоп и подтянул колени к животу, чтобы хоть немного согреться. «В обезьяннике комфортно не должно быть!» Отмахнулся мужчина и больше не обращал внимания на парней. «Еще этот бомж воняет!» Чимин закрыл нос рукой и пересел подальше. Чингук молчал. Он боялся реакции Ви. Страх и паника после того, что случилось, вмиг заставили протрезветь. Только вот теперь было стыдно. «Думаю, что Хён будет сильно злиться?» Гипнотизируя взглядом одну точку, машинально задал вопрос подросток, хотя не ожидал услышать никакого ответа. Скорее, мысли вслух и надежда, что их легко простят за эту глупую выходку. Но это так наивно. Йонгий в лучшие времена особой добротой не отличается, а сейчас он просто рассверепеет от гнева. Про Техёна в гневе даже думать неохота. «Надеюсь, он не убьет нас», с надеждой пробормотал Пак. Чонг поджал ноги груди и опустил на руки голову, пытаясь придумать себе оправдание. Но вряд ли их вообще кто-то будет слушать. «Если не Техёна, то Йонгий», обреченно прошептал Гук. Чимин вздрогнул при упоминании Йона. И вот теперь ему тоже стало страшно. Парни просидели в тишине холодной камеры ещё полчаса. Затем с улицы послышался знакомый рёв мотора. Пак вскочил на ноги и потянулся к окошку, находящемуся почти под потолком. С трудом, но он смог разглядеть во дворе знакомую чёрную ламбу. А затем из машины вышло двое парней. «Ну всё, смерть наша близка!» скрикнул юноша, прижимая спиной к холодной стене и крепко зажмуриваясь. Ему казалось, что Йонгей испепелит его взглядом сразу, как зайдёт сюда. Про сжавшегося Чунгука вообще не стоит упоминать. Дверь со скрипом открылась и в помещение валились парни. Они остановились у порога и окинули беглым взглядом обстановку, а затем заметили за решёткой двух подростков. Чунгук уверен, что слышал тяжёлый вздох Тэхёны. Он уверен, что Ви смотрел на него отнюдь недобрым взглядом. Он не поднимал глаз и ждал какого-то чуда. Сейчас бы раствориться в воздухе. О, а вот и наши олимпиадники. Слух озвучил Юнге. Только вот голос его был ледяным. Мы за этими оболтусами. Парень кивнул головой на камеру и подошёл ближе к столу, за которым сидел мужчина. Что они натворили? Тихо спросил Ви, вставая за спиной друга. Сотрудник порылся в каких-то бумагах и протянул анкету для заполнения мину. Тот нехотя принялся заполнять её. Чимин и Ченгук не издавали ни звука, чтобы лишний раз не напоминать о том, что они здесь и пока живы. Пьяные подростки, это моя головная боль. Крестяя, разминая шею, пожаловался полицейский. Они украли байк, решили покататься. Только вот пьяные были в хлам, так что даже с парковки не выехали. Врезались на ближайшем повороте. «Врезались!» – скрикнул неожиданно громко Тихен. «Что с Ямахой? Где мой байк?» Почти истерично заорал брюнет. Юнги подскочил на месте и попытался успокоить друга, который готов был кинуться на сотрудника. «Вы владелец?» – спокойно уточнил мужчина, игнорируя истерику парня. У вина, лбу вина вздулась от ярости. От его криков, у Чимина и Ченгука на почве страха внутри всё похолодело. Можно было лишь догадываться, какое наказание теперь их ждёт, но выходить из обезьянника пропало всякое желание. Здесь, за решётками, в холоде и рядом с бомжом теперь казалось даже уютнее, чем там с двумя озлобленными Хёнами. «Нет, блять! Просто так решил поорать! Где мой байк?» Тихен вырвался из рук Юнги и грохнул кулаком по столу. Ему куда больше хотелось бы выместить злость на Чимине и Ченгуке, но разом ещё не покинул его бесследно. Лучше уж стол пусть примет на себя удар. «Успокойтесь, там небольшая вмятина и пару царапин!» Попытался унять крики мужчина, но не подозревал, что это лишь ещё сильнее распалит гнев хозяина байка. Уви глаз задёргался на нервной почве и внутри вулкан взорвался. «Юнги, мне нехорошо!» Тес схватился за сердце и посмотрел на блондина. «Ты слышал, да? Твой школьник оставил на ней вмятину! Моя девочка пострадала, Юнги!» Офицер молча наблюдал за парнем. «Успокойся, Ви! Я плачу тебе ремонт, будет твоя Ямаха как новенькая!» Мин похлопал друга по плечу и кинул уничтожающий взгляд на Чимин. Паренёк весь сжался и подвинулся ближе к углу. «Ладно, стоило ожидать, что Тихён болезненно воспримет эту новость, но тот ведь просто в бешенстве. Пах молился, чтобы от гнева Кима его спас Юнги. Любименький Хён не даст ему умереть от руки Тихёна, да?» Он на это надеялся. «Ваш байк на штрафстоянке. Заберёте завтра утром, а сейчас я отпущу парней под залог». Сотрудник проверил заполненную анкету, расписался на нескольких листах и потянулся к связке ключей. Ви прошёл к решётке и кинул взгляд на Чунгука. Тот продолжал смотреть в пол. «На выход! Амнистия!» «Да, амнистия им как до луны!» Почти ледяным тоном прошипел Юнги, когда железная дверь открылась. Чимин медленно поднялся с лавки и сделал несколько неуверенных шагов к выходу. Ему сейчас больше хотелось остаться здесь, чем идти к Хёнам. Чунгук последовал за ним. Юнги не церемоний схватил Пака за шкирку и потянул за собой к выходу. «А ты, Хён?» Он просто молчал. И это медленно убивало Чунгука. Младший прошёл вперёд, а Брюнет медленно направился следом за ним. Когда они вышли из участка, холодный ветер обдал продрогшие тела парней. Чимин в ещё не просохшей до конца одежде поёжился и попытался прикрыться руками. «Я в тебе очень разочарован», вдруг тихо произнес Тэхён, не глядя на Чунгука. Чун вздрогнул от этих слов и посмотрел на своего парня. У него как будто внутри что-то оборвалось и глаза на мокром месте. Хотелось подобрать слова, чтобы извиниться, но таких слов не было. Ви спустился по ступенькам и направился к Ламбе. «Ну, что сказать?» Тон Тэхён пробубнил Мин. «Ты, Чимин, как обычно. Я как раз таки вообще не удивлён». Йонги закурил и не торопясь последовал к своей машине. Не было криков и матов, которых ожидал Чимин. Зато было жуткое напряжение, пускающее по телу дрожь. Младшие не торопились идти в машину. Они стояли на крыльце и ждали, пока Хёны покурят и что-то обсудят. Говорили Тэхён и Йонги тихо, так что расслышать было трудно, но ведь точно говорили про них. Когда блондин затушил сигарету и выбросил окурок в урну, он жестом подозвал мелких к себе и тенехотя поплелись к Ламбе. Чунгук и Чимина запихали на заднее сиденье, и машина выехала с парковки. Тишина будто резала слух, а ещё Чунгук устал и нехорошо от выпитого алкоголя. У него закружилась голова и казалось, вот-вот стошнит, но этого не происходило. Лишь озноб и неприятный ком в горле. «Куда мы едем?» Тихо спросил на свой страх Эрис Кчимин, надеясь получить ответ. Его голос звучал совсем неуверенно и выдавал волнение, но, кажется, никто не обратил на это внимания. «Я везу тебя домой», тихо отозвался Йонги, не сводя взгляд с дороги. «Я хочу к тебе», неожиданно воскликнул Пак, хотя и сам был не уверен, что это хорошая идея. Если он останется дома, у Хёна будет время остыть и простить его. А если они поедут сейчас к Йонги, всё может закончиться бурным скандалом. Но Чимину это и нужно. Через скандалы они выясняют все проблемы, а холодный отстранённый Сьёна, как сейчас, его пугало. «Ты едешь домой. Я не хочу тебя сегодня видеть у себя», грубо ответил блондин, не заботясь о том, что Чимин обидится. Продолжать спорить было бесполезно, и младший смирился с тем, что Йонги его так называет. Хотя эту выходку так легко им с Чунгуком не простят. Наверняка Хёна придумает что-то ужасное. Чимин повернулся к Гуку и заметил, что тут почти пожелтел. Выглядел совсем плохо и держался обеими руками за живот. Пак обеспокоенно наклонился над Чёном и погладил его по плечу, но тот лишь отвернулся к окну, сдерживая очередной рвотный позыв. «Останови машину, Чунгука плохо!» – скрикнул парень, и Мин резко затормозил. Стоило Ламбе остановиться, Чун открыл дверь и выскочил наружу, падая на колени прямо на траву. Его стошнило всем, что он выпил на вечеринке, при том, что Чимин почти его не кормил. Слабый организм подростка был неподготовлен к такому испытанию. Гук ощущал, как тело снова пробрало злоб, а затем его желудок сделал кульбит, и его в очередной раз вывернуло на траву. Было стыдно за обман, за пьянку, за эту глупую выходку, которая так не вовремя пришла в голову Чунгука. Он боялся смотреть в глаза Тихиону. Когда тошнить уже было просто нечем, организм рефлекторно продолжал выдавать рвотные позывы, и Гук отполз на небольшое расстояние, пытаясь отдышаться. Только сейчас он заметил сидящего рядом на корточках Ви с бутылкой воды в руках. Брюнет открутил крышку, и, придерживая бутылку, помог Чунгука сделать пару глотков. Йонуша полоснул рот и сплюнул на траву. Он посмотрел жалостливо на Хёна, но тот даже сейчас не проявлял особой нежности. Беспокоился? Несомненно. Но еще злился, и это было видно по взгляну. Убедившись, что Чунгука больше не будет тошнить, Теп поднял его с земли и усадил обратно в машину. Спустя минут десять Йонге остановился возле дома Чимина, и Пак нехотя вылез из машины. Чунгук грустным взглядом проводил лучшего друга и остался один в машине с Йонгей и Техёном. Он был уверен, что его тоже отвезут домой. Но, к огромному удивлению, спустя какое-то время, Гук заметил знакомые высотки города вместо частных секторов. А затем Ламба остановилась возле дома Техёна. Вот именно в этот момент парень занервничал. Он боялся оставаться сейчас с Виной единой. Гук вышел из машины и пошел следом за своим парнем. Техён уверенно и быстро шел по холлу к лифтам. На Чунгука не смотрел, да и вообще выглядел нахморенным и задумчивым. Стоит ли Чону что-нибудь сделать или сказать? Сейчас он как никогда боялся Техёна. На квартиры они так и добрались в тишине. Это напряжение начинало сводить с ума, поэтому Чунгук решил для себя, что он должен хотя бы попытаться поговорить с Техёном. Он быстро скинул с себя обувь и направился следом за брюнетом спальню. Стоило Гуку переступить пару комнаты, в него прилетела большая футболка Ви. Иди в душах спать, холодно сказал Ким, не поворачиваясь к младшему. Он принялся расстилать постель и складывать покрывало, игнорируя замерзшего в дверях подростка. Ты... Чунгук, иди в ванны! Неожиданно громко вскрикнул парень, выдавая свое волнение. Он повернулся и кинул строгий взгляд на младшего. Ученые коленки затряслись, и он слишком громко сглотнул. Таким злым он Ви никогда прежде не видел. Прости меня. Прошептал юноша, сжимая в руках футболку, которую ему дали. Ким тяжело вздохнул и вдруг тихо рассмеялся. Это было неожиданно, но не предвещало ничего хорошего. За что ты просишь прощения? Снова кричит, оставаясь на месте и пытаясь не приближаться к Гуку слишком сильно. У него в глазах ярость горит, и руки сжаты в кулаки до побеления костяшек. Но разом берет верх над эмоциями, и парень сдерживает свой порыв. За то, что обманул, напился и за Ямаху. Это я предложил Чимину на ней покататься. Чон замолчал и посмотрел на Тихёна, а тот будто обдумывал его слова. Ты правда думаешь, что я злюсь из-за байка? Ты что, блядь, издеваешься? Тихёна вновь сжал кулаки и сделал несколько шагов к напуганному парню, но тот не сдвинулся с места. Напротив, Чон смотрел прямо на Хёна и не опускал глаз. Он хотел добиться прощения, чего бы ему это ни стоило. Чувство вины съедало, их ссора казалась чем-то ужасным, ведь прежде они никогда не ругались. Но я не понимаю. Тебе лучше принять в ванну и лечь спать для твоей же безопасности. Грубо рыкнул парень, чувствуя, что его терпение почти иссякло. Ещё одно слово или попытка младшего выяснить отношения это не сдержится. Его ярость обрушится на подростка нескончаемым потоком. Возможно, они оба пожалеют об этом позже. Поэтому сейчас лучше лечь спать. Что это значит? Чунгук был не уверен в том, хочет ли он знать ответ, но вопрос сорвался с языка сам собой. Это значит, что у меня кулаки чешутся. Хватит меня провоцировать, Чунгук. Ещё слава, и тебе придётся отвечать за свою выходку. Чунгук вздрогнул от этих слов. Тихин выглядел раздражённым, как дикий зверь на цепи, только вот цепь вот-вот готова была порваться. А Гук вместо того, чтобы поберечь себя, лишь ещё больше дразнил хищника и нарывался на наказание. Возможно, потому что знал, что виноват, или потому что хотел помириться. Но он не готов был согласиться просто лишь спать, зная, что они в ссоре. Чунгуку нужно было это прощение любой ценой. Тогда я готов ответить. Тихо прошептал юноша, откидывая на пол футболку и делая маленький шаг к брюнету. Тихин весь напрягся. Он из последних сил держал себя в руках, а в глазах полыхало пламя, которое лишь разгоралось от каждого опрометчивого действия младшего. Чунгук, блядь, я сказал, иди в ванную! Чувствуя, что контроль над ситуацией потерян, Ви продолжал кричать, надеясь, что парень его послушает. Но не сегодня. Тихин, прости меня. Ласково прошептал Гук, и это стало последней каплей. У Тихина в голове все барьеры снесло напрочь, как и цепи, на которых он держался. Ты серьезно, блядь, хочешь в это поиграть сейчас? Тихин подлетел Гук и толкнул того к стене. Парень ударился затылком от стены и поморщился. Грубость никогда ему не нравилась. Он всегда предпочитал ласку. Я тебя предупреждал, ты меня не послушал. Хочешь отвечать за свои поступки? Ну, в таком случае сейчас ты будешь наказан, малыш! Ви схватил парня за запястье и потянул в сторону кровати. Он толкнул его, и Чон Гук упал на живот. Юноша хотел повернуться на спину, но ему не позволили. Ким забрался сверху и сел у Чона на бедрах, одной рукой прижимая голову младшего к одеялу. Гук замер и боялся пошевелиться. На самом деле ему правда было страшно, но это же ты хион. Он же не сделает ему больным. Или сделает? Чон Гук вспомнил папана, который смотрел с Чимином и начал паниковать. Жуткие картинки и болезненные стоны вернулись в память. Прости, что тебя прерываю, но сцену пришлось вырезать на ютубе, потому что я боюсь, что он меня может наказать. Полную главу фанфика ты можешь прослушать в моем телеграм-канале вместе с вырезанной сценой. Ссылка будет в описании, там же и будет тайминг, чтобы начать ровно с того момента, где мы остановились. Также напоминаю, что ты можешь поддержать меня на бусте, где главы выходят без вырезанных сцен и быстрее, чем на ютубе. Ну а если не хочешь уходить, то приятного прослушивания. Вот теперь ему стало стыдно, когда рассудок задал терзающий его вопрос юноша, поглядывая на Ви из-под опущенных ресниц и пытаясь прикрыть свою ноготу одеялом, хотя его уже успели рассмотреть во всей красе. Я волновался за тебя. Додумали, сидел ты пьяный на байк лезть. Вы же могли пострадать. Ты хотел пошутить, но все равно тон вышел слишком уж серьезным. Он сильно испугался, когда посреди ночи ему позвонили из полицейского участка и сказали, что младшие попали в аварию. У Ви все внутри оборвалось и он чуть с ума не сошел, пока не узнал, что никто не пострадал. Прости, я не знаю, что на меня нашло. Мне точно нельзя пить. Виноватый прошептал Чон, обещая сам себе, что больше не притронется к алкоголю. Каждая его вечеринка заканчивается катастрофой, из которой Тихен вынужден спасать своего горе парня. Когда-нибудь я убью Чимин. Вдруг воскликнул Те, но это была скорее безлобная угроза. Юнгихен тебе не позволит. Да, Мэшуга просто так ему это простит. Чимина тоже ждет наказания. Вик грустно усмехнулся, даже не в силах представить, что ждет школьника. Но он точно легко не отделается за этот хитровыебанный план с обманом и олимпиадой. Пак теперь должен не переставать молиться. Что? Гук растерянно и удивленно взглянул на Хена. При упоминании наказания он сразу подумал не о том. Ты рассмеялся с его реальностью. Нет, малыш, не думаю, что Энги будет наказывать именно так же, как я тебя. Но ему определенно есть чего опасаться. Ты? Ммм, я люблю тебя. Сонно пробормотал юноша, чувствуя, что не в силах сопротивляться усталости. У него уже глаза закрывались, и сознание медленно уходило в другую реальность. Я тебя, хороший мой. В ответ прошептал Ви, наклоняясь и целуя юношу в висок. Я схожу в душ и вернусь к тебе. Гук слабо кивнул головой, хотя вряд ли он сможет дождаться возвращения парня и не уснуть. А пока подросток видит сладкие сны, Ким будет в ванной разбираться со своей маленькой проблемой, возникшей, пока он реализовывал наказание непослушного подростка. Спасибо за прослушивание. Если тебе нравятся мои озвучки, ты можешь поддержать меня на бусте, где глава выходит гораздо быстрее. Также обязательно оставляй лайк, комментарий и подписывайся на канал Вайфу в голове.